Ну а тем временем в нашем канале проходит новогодний розыгрыш призов, ссылка на который находится в описании. Переходите и участвуйте. Ну что, ребят, добро, на 18 этап формулы 1 на гран-при Америке. Собственно, опять же, я покажу вам её под конец, потому что вся гонка происходила в хот-лап режиме. В начале гонки я вышел на второе место, и всё. Дальше я просто 28 кругов почти все наматывал в гордом одиночестве, пытаясь догнать Хэмилтона, который оторвался. Ну и под конец у него там за 3 круга до финиша появились какие-то проблемы с болидом. По итогу я начал отыгрывать время, но 3 круга я не отыграю полностью всё время. Окей, я думал отыграть время на пидстопе, то есть я поехал на суперсофте, стартовал. Но по итогу почему-то ботов в ультрасофт прошёл столько же, сколько и суперсофт. С этого я просто выпал. Ладно, второе место, в принципе, не такое уж плохое окончание гонки. Ладно, результаты по-быстрому. Феттель не смог всё-таки взять чемпионский титул в этой гонке, ему не хватило там вроде 3 поинта, что ли, чтобы взять как раз-таки чемпионский титул. Поэтому, скорее всего, титул будет решаться уже в Мексике. Ну а Кубок Конструкторов будет решаться до конца сезона, скорее всего, даже в Абу-Даби. Ну и переходим к Мексике. Ну и вот мы в Мексике, на 19-м этапе Формал-1 на Гран-при, опять же, в Мексике. Собственно, этап получился довольно интересным, и вы увидите скоро почему. Итак, квалификация у нас. Также хочу отметить сразу то, что у нас гонки будут дождь идти, он будет идти полностью всю гонку. Поэтому я не пытался пройти там во втором сегменте с ультрасофтом, я поехал на гиперсофте все сегменты, но не зря я на этом застраиваю внимание. Скоро увидите, опять же, почему. Во втором сегменте также у меня ещё попался Ботас на пути, на своём прогревочном круге. Он мне даже не попытался уступить как-либо дорогу, поэтому мне пришлось его обойти, и, слава богу, повезло, что я обошёл без каких-либо больших потерь во времени. Но, в принципе, я бы всё равно, скорее всего, прошёл бы в третий сегмент, потому что, ну, всё-таки Мексика у нас болит тут едет. Но, опять же, у нас руки были заточены всё-таки под гонку, под дождевую гонку, то есть у меня было приподнято заднее крыло довольно высоко, поэтому большой скорости на прямой у меня не было. Ну и с третьего сегмента я выхожу с третьей позиции, окей, в принципе, топ-3 неплохо, будем стартовать с третьей позиции. Также, опять же, Феттель будет бороться с Льюисом за титул, и если Феттель набирает больше, чем Льюис на 3 очка, то получает он, соответственно, титул уже в Мексике. Хотя Льюис, конечно, остается, там призрачные шансы, но, опять же, это если только Феттель везде сойдёт, а Льюис приедет везде первым. Собственно, гонка у нас небольшой дождь, судя по всему, он только начался недавно, и, в принципе, дождь здесь не особо такой играет большую роль, и, да, будет труднее проходить секцию поворотов во втором секторе, но, опять же, это никак не сказывается на сложности прохождения трассы в целом. Ну, и переходим к стартовой решётке. Собственно, боты у нас под конец сезона любят набрать штрафов, по итогу я стартую с первого места. Со второго у нас стартуют Вальтерри Боттл, с третьего Кемерайкен, четвёртый Нико Хикюлькенберг, пятый у нас Чака Перес, шестой Льюис Хамильтон, седьмой Роман Грожан, восьмой Себастьян Феттель, девятый у нас Стабан Акон и десятый Макс Верстаппин. Собственно, Льюис и Феттель взяли штрафы, по итогу они откатились по шесть позиций назад. Не знаю, зачем, опять же, боты берут штрафы, либо у них там всё по элементам плохо так, ну, либо просто хотят набрать максимальное количество элементов. Тут уж, как бы, их дело. Ну, и переходим к стратегии, и что же мы тут сейчас увидим? Оп! У меня только был такой вопрос, what the fuck is this? У нас в всю гонку идёт дождь, а мы стартуем на сликах. Дождь? Слики. Что? Окей, даже если считать, что дождь только начался, почему мы стартуем, блин, на сликах? Где логика? Окей, у нас идёт дождь, он начался уже, почему не постараюсь сразу же промежуток? Почему на сликах? То есть, сцепление, да, оно как бы есть, но и как бы оно через несколько кругов его не будет, потому что траектория, даже если будет накатана, она будет всё равно заливаться водой. По итогу, я к такому не был готов в принципе, потому что на сликах ехать дождь, ну, это просто извращение полное. Даже в такой слабой, пока что. Окей, старт, по итогу я стартовал с первого места, кое-как стартовал неплохо. По итогу меня начали обходить, пытался пойти Кимми и Ботас слева и справа. Но, даже вот так вот, мы там почти в пять машин в ряд ехали, но к первому повороту всё-таки я более-менее выиграл себе первую позицию обратно. Правда, вот пролетел с точки торможения. Но, опять же, блин, дождь и на сликах, что за фигня? Позади лидеры у нас в виде Хэмилтона и Феттли постепенно пытались прорваться. Феттли прорвался через Форс Инди, и Льюис ехал за Хюлькенбергом позади. Но, всё-таки, скоро будет прямая, и для Льюис не стоит никакого труда пройти Хюлькенбергом. На прямой Феттли сразу же атаковали обе Форс Инди, причём одна вытаскивала вторую за счёт Слипстрима, ну и за счёт мотора Мерседеса, опять же. И тут же решил присоединиться ещё Хас, в главе вроде Грожана. Но Феттли не дал Хасу за себя пройти так легко, и по итогу в начале второго сектора, проехав бок о бок половину сектора, Феттли выигрывает себе эту позицию и начинает уже преследовать две Форс Индии. Собственно, тем временем, что у меня было? Меня обошли на прямой спокойно за счёт ДРС, опять же, потому что он есть у нас в гонке в данный момент. Прошёл Ботас, сзади меня начал Кимми уже проходить, но ему чуть-чуть не хватило дистанции прямой. Я вот тут же пытался закрыть ему калитку, чтобы он меня не успел пройти. Но на следующей прямой он меня спокойно проходит, опять же, за счёт ДРСа. Также сзади уже был Хэмилтон, у которого тоже был ДРС. И он меня также пытался пройти и спокойно даже прошёл. И по итогу у меня уже было такое себе настроение ехать эту, в принципе, гонку, потому что непонятная ситуация с шинами, почему мы стартуем на сликах. Тут даже чуть-чуть агрессивно так вот полез на Льюиса, так напал на него, так сказать. Но, в принципе, для меня гонка закончилась довольно быстро. Не зря что-то видео всего лишь там длится не особо долгое количество времени. Собственно, скоростная часть трассы, повороты. Я вижу, что Льюис меня пытается пройти слева, чуть-чуть ему закрыл траекторию, но... Льюис меня впечатывает в стенку. Вот. Собственно, не я наехал на Льюиса, это он меня повернул, как видно, с этого анворда. Он просто чуть-чуть дал вправо, поддел меня и отправил меня в отбойник прямиком. Ему же повезло чуть больше, он сломался только переднее антикрыло. Что бы было удача в гонке, я не знаю, потому что повтор на этом обрывается. Всё. Повтора дальше нету. По итогу для меня это первые гран-при, на которые я просто сошёл. Причём меня просто, по сути, выбили. Убили. Не знаю, как это ещё сказать. По итогу Феттель становится чемпионом мира 18-го года. Он набрал этих злочастных 3 очка и завоевал титул уже в Мексике. Так бы, конечно, я думаю, всё решилось бы уже в Бразилии. Если бы даже Льюис там набрал больше, чем Феттель. Ну, либо Феттель не забрал бы эти 3 очка. Гонк уже выигрывает в своё время Вальтери Боттес. Ну, собственно, неудивительно, он у меня прошёл. Тут же оторвался. Я задержал там Кими. Плюс Кэмингтон впечатался в стенку, поэтому потерял кучу времени. Хотя, опять же, довольно интересная итоговая будет таблица выглядеть. В Мексике радуются, в Феррари особенно, потому что чемпионский титул, наконец-то, спустя уже 11 лет, всё-таки его выиграли в Феррари. Вот. Ну, собственно, гонка, конечно, да, прошла крайне интересно. 5 кругов я отъездил, меня впечатли в отбойник, и всё, эта гонка закончилась. Не знаю, как бы она прошла дальше бы, но, в принципе, у меня не особо было большое желание её вообще ехать. Вот. По итогу, что мы имеем? Первый у нас Вальтер Ботас, второй Себастьян Феттель и третий Льюис Хэмилтон. То есть Хэмилтон начал спел камбэкнуться после того краша, по сути. То есть он заехал на пистоп, скорее всего, потерял там времени, но при этом отыгрался. Вот. Сербт у нас приехал в девятом, два очка хотя бы, ну, хоть что-то. По итогу, вот, были ультра-софты с гиперсофты. То есть я не знаю, как так произошло, что во всю гонку лил дождь, и при этом боты ездили спокойно на сликах. Ну, окей, может быть, это из апдейта нового, потому что я, типа, зашёл в уикенд до апдейта, потом сошёл апдейт, и у меня просто игра вот так вот багнулась, так сказать. Не знаю, как это произошло, но да ладно. В апгрейдах я уже начинаю качать шасси, потому что на этот этап у нас прибыли два последних апгрейда в аэродинамике, и два самых последних апгрейда в аэродинамике, которые остались. Я их буду брать только уже в конце сезона, чтобы они мне приехали в Австралию. Собственно, беру в шасси снижение веса, надо бы снижать вес потихоньку, да и качать шасси, в принципе, потому что у нас самый худший шасси в пилотоне, мы выезжаем на счёт тупой аэродинамики и двигатель. На этом ребят, с вами Warhammer, подписывайтесь, ставьте лайки и участвуйте в розыгрыше в ВК, ссылка в описании. Всем удачи, пока-пока.